Хайо, 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 мутагоны! Всем привет! Вы смотрите следующий выпуск из нашего Евро-трипа. В общем, рассказываю дальше. Сегодня по всей Германии 30 плюс температура, 34-33 в разных городах. Мы сейчас поедем до Кёльна, сначала перекусим быстро в Говновере, потому что Вовка, блядь, морковка хочет есть. Потом поедем в Кале, из Кале доедем сегодня до Парижа, чуть-чуть там погуляем. Теперь про обновления, которые у нас в маршруте произошли. Мы просто поняли, что мы физически не успеваем нормально попутешествовать по Европе, потому что если мы будем объезжать все те страны, которые мы планировали объехать, то у нас получится путешествие в формате гоним по автобану, доезжаем до города в отеле, делаем одну фотку, ложимся спать, не высыпаемся, утром выезжаем дальше. Поэтому мы решили не ехать в этом путешествии в Португалию, решили ограничиться в Франции, потом из Франции заскочим в Испанию, возможно, до Барселоны доедем, там немножко погуляем, пофоткаемся, потусим, и, собственно, потом уже двинем в Италию, и в Италии будем отдыхать в течение практически недели, может быть, даже недели. Ну, а в Португалию, я думаю, выберемся еще в следующем году. Мне в целом нравится все это путешествие, я готов все поехать, только единственное, я бы, наверное, поменял бы мотоцикл уже в следующем году, взял бы что-то более подходящее, с большим объемом бака. На самом деле, процедура очень мне нравится, по посадке вообще нет нареканий, в принципе, ехать-то можно быстро на ней, единственное, надо поставить ветровик, и единственный момент, который напрягает очень сильно, это, конечно же, объем бака. Санеку он все время ждет, когда я обсохну, но... Ты не дождешься этого! Он показывает факт, не знаю, видели вы или нет. А вот перевидели. Ганновер приятный достаточно город, такой, знаете, он вроде бы как провинциальный, такие маленькие домики, но при этом все очень-очень культурно и красиво. Не въеби кофрами, так, Санек, никого. Мы как гангстеры. Все в ахуй, наверное. Руссо туристов. Мне стало очень жарко, поэтому я надел обычные штаны, которые мне задарил пилот. А еще мы тут с ребятами из ОСЫ поняли, что у меня, оказывается, это первая партия была, вот курток и штанов. На штанах они мне мембрану перешили, а на куртке нихера. Поэтому куртка, хоть и мне нравится, как она на скорости продувается, но она может продуваться лучше, потому что отверстие для вентиляции, там не должно быть мембраны вот этой водонепроницаемой, непродуваемой. То есть получается, что у меня куртка, она продувается изнутри, но не мое тело продувает. То есть между мембраной и курткой продувается. Он просто перестроился. Он вах. Надо с ней поздороваться. Ебать, ты чуть ли не задел тачку. Это серьезно, серьезно говоря. Короче, какая-то у нас не лютая катка получается. Вот тут все так устроено, что, блин, надо ехать спокойно вообще. Я растягиваю куртку. Короче, ладно, сейчас мы заедем покушаем, сфоткаемся, поедем в Кёльн. До связи, братва! Братза! О, братон едет, смотри. Мото-братишка. Суцуки! Нас не пропускает немка. Агрессивная. Спасибо. Вот! Добрый немец пропустил. Блин, жалко тебя не слышно у меня в камере, блин. Саня говорит, что у него 109 градусов температура двигателя, он ебал в рот, это тестостолет. 111, брат. Мы выезжаем на автобан. Смотрите, какая огромная ветряная мельница. Блин, размеры реально завораживают. Смотришь на нее, вроде компьютерный вентилятор, но, блин, огромный просто. Гигантский. До Кёльна навигатор показывает 289 километров еще. Эти спортоводы сейчас, скорее всего, опять втопят. А я научен в тиражной ночи, что надо бензин экономить на автобанах германских. Как же жарко, даже на 150. Воздух раскаленный, 36 градусов на улице. Ну ладно, на самом деле круто. Главное, чтобы эта погода сохранялась, когда мы приедем в Рим. Ну или когда мы будем на побережье, чтобы усыпаться можно было. Так, заправка через 33 километра. Блин, одометр забыл скинуть. Ура, смотрите, две лошадки едут прицепе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите, везут какой-то раритетный мотик. Неужели это Днепр? Или Урал? О! Russian Technica! А, нет, старая что-то. То ли бумер старый, то ли реально советский какой-то мотик. Тем временем до Кёльна остается 136 километров. Всего ничего, как говорится. Все! Субтитры сделал DimaTorzok Добрый день! Где у тебя? Булгария. Где? Булгария. Булгария? Булгария. О, замечательно! И это твой SRR. Вы любит? Да. И что думаете, о Априле? Перфекте. Ты знаешь RSV? RSV Найс спортбайк И где мы идем? Афин Нидерланд И где мы идем? В Португалия Какая Португалия? Мы уже не поедем туда Я всем говорю, что в Португалии Все нормально Сложно объяснять, типа мы передумали Я заправился Уже сумма ушла В Германии дорого заправляться Не знаю, дальше может быть еще дороже будет Но апрель КПК меня радует И не подводит, как говорится Все, огонь Едем дальше На заправке встретили паренька На SRR Мы с ним поболтали на заправке Сейчас он с нами вот едет Сзади там Саня едет на дугу, а за ним он на SRR Сказал парни, давайте я с вами до Кёльна махну А потом попру дальше Говорит, уронил свой SRR Будет продавать его В общем, подъезжаем к Кёльну Сегодня доедем до Кале Это Франция И за ночью уже во Франции Ну, чтобы у нас все ровненько было Типа в Германию приехали Переночевали, потусили в Германии И приехали во Францию Переночевали и завтра потусим во Франции Но завтра еще и останемся в Париже Потому что Париж все-таки Такой прикольный городок Хочется там погулять, потусить, пофоткаться Встретиться со знакомыми Может быть даже и хорошо, что мы не поедем в Португалию Более насыщенно проведем Эти дни в городах А то реально получается, что одна дорога Одна дорога до этого была Мы догнали местных спортоводов У них лютая катка Так, все, они поперли Все, это у нас CBR Здорово, братан И еще один CBR То, что все на CBR Ешки-матрешки Братышка О, два мальчика везут Смотри, стритухи О, Ямаха Гоем туда Вот чувак на SRR Пошел Лев Зентрум 800 метров Нам в центром, nicht? Тонтан Вардфорде Убирают бол в роте Европа ДОЩЛЕНД ДОЩЛЕНД итак мы что-то там спереди какой-то собор уезжаем астанель фигасе полная машина девчонок ха-ха-ха бисам пляжа вы смеете и ха-ха-ха а вот эти свинь я вытесли на спирт не тормозы братан блин я мог то черненьку склеить ее моё сейчас нам надо к собору подъехать блин красиво здесь вид с моста смотри какой да клевый там такие новые здания тут такие старые классно так стоп налево да вот это батоны у я вот и видел чувак ты видел а я устоял прикол на угла тут здоровая херня какая блин охренеть какая-то архитектура сложно надо проколаться чувак то здесь прям пахтала здесь наш кельн да слушай ну это вообще выглядит как-то очень круто там очень круто и очень страшно да мы пробыли около двух часов в кельне покушали выпили пиво потому что в германии можно немножко выпить пиво и сесть за руль и главное чтоб концентрация не терялась и сейчас мы решили поехать сразу париж приехать париж и побыть там два дня спокойно без багажа покататься погулять посмотреть достопримечательности все-таки на такой великий город столица франции там есть что посмотреть ешь где погулять на мех 500 километров но где-то за пять часов я думаю мы доедем 5 утра будем парижа ну а сейчас ночные автобаны нас опять ждут санек ты опять вы ждать когда я обсохнув он отвечает что да будет ждать но ты не дождешься этого ты же понимаешь короче мы поперли на париж ребят увидимся париже франция ребята сейчас еду по автобану и понимаю что удор все офигенный свет ты смотришь на эту фару думаю что она очень маленькая плохо светит но по факту свет реально крутой я сейчас еду на ближнем блин а я все думал у меня на торсе здесь есть функция управления яркостью дисплея я все думал нафига она нужна теперь я понимаю когда едешь вот так вот по автобану не освещаем и если очень ярко светит дисплей то слепит как бы сбивает хуже видишь дорогу сейчас я убавил на минимум на единичку и вообще не напрягает при этом все показатели на приборной панели видно только что я проехал табличку с надписью бельгия что же добро пожаловать в бельгию реально в европе меняются страны также быстро как в россии меняются области даже быстрее мой батя шутил на тему что европа вся как наша рязанской области я родился и вы знаете отчасти он был прав все за машинки такие жопа опять подкралась внезапно я где-то в бельгии не знаю чем не делать у меня лампочка сгорелась но может быть кто-то мне поможет нет короче тут все закрыто идут автоматические заправки и они требуют короче кышом здесь нельзя оплатить то есть можно только карточкой мои карты которые у меня он не авторизовывает отклоняет их потому что они русские и грубо говоря я приехал на заправку но заправиться я не могу потому что у меня нету кредитки грёбаный есть еще одна заправка я посмотрел сейчас через 10 километров очень надеюсь что мне хватит бензина до туда доехать весело будет если обсохнут то уж пацаны ухерачили до парижа 275 километров еще европа блин все же спят 9 километров мне до следующей заправки слава богу нашел заправку вроде бы здесь можно заплатить внутри опять чуть не обсох сани наверно сейчас бы радовался но я не обсох в общем я стоял стоял подъехал бельгиец сказал что он проводит меня на заправку до которой 6 километров надеюсь я не вырублюсь мой двигатель не вырубится сэнк сэллот из и тварь и тэнки сэнк сэллот из и тварь и тэнки приключения у меня пацаны я не знаю уже увалили наверное в париже сидят на время сколько время фиби 240 6 телочки на таташки француженки короче бельгиец сказал мне проводил меня у меня прям вообще уже пары мне кажется оставались и он 10 половиной литров на залил ну литр и щас оставался но но долго бы мне его не хватило короче все хорошо не обсох я самек не дождешься ну все еду я дальше блять пацаны меня будут ждать долго еще два с лишним часа мне ехать точно саня европейские приключения у тебя зато будете вспомнить блин время три часа ночи я искал заправку чуть не обсох выживет русские везде выживет франция мы с вами здесь осталось доехать до парижа и немножко расслабить булки так я уже почти приехал во францию точнее паиш во франции я давно уже еду время 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 почти пять утра сегодня рассвет очень странно накрапывает дождик очень холодная замерз во франции гораздо холоднее чем германии и трабло в том что опять не смог понять где заезд на заправку потому что дебильные указатели очень во франции поэтому я заранее сбавил скорость от 136 километров уже на одном баке я проехал заранее сбавил скорость чтобы не обсохнуть вот у меня загорел флампчика кстати были так и что короче до парижа осталось буквально 20 километров я думаю что я доеду в таком режиме точно должен доехать дождь еще пошел для о днс апреля вот заехать может быть там не ветровик поставят то ли я сейчас бензину то делать надеюсь за пацанов доеду дотянув ну что господа я как бы в париже пытаюсь разобраться с этими гребанными развязками которые здесь пипец они непонятны и пытаюсь доехать до ребят на парах уже а через 200 метров заправка ура что-то я в афиге ваще от парижа от франции еще непонятно еще навигатор тупит хорошо хоть заправку нашел нормально как бы 5 утра люди ходят стоят это блин не берлин где пустота 4 что я вообще в ахуе от франции от парижа где где пацаны почему и здесь почему мне прошел на встречу темнокожий парень в шлеме куча мопедов стоит велосипедов улица узкая просто жесть чё там по светофору пацаны и камера еще не села надо же я два раза чуть не обсох я ездил по бельгийской деревушке какой-то ну городку смысле заправиться блять потом опять короче заправку проебал там наш как-то дебильно но типа съезда заранее и блять я на парах на парах потом сейчас здесь уже во франции в париже заехал куда-то заправился блять вокруг одни чернокожие для охерел просто нет просто и вообще как-то все непривычно листья блять как будто осень но тут хуйня красиво это что такое у кингенский дворец подводим быстрые итоги мы в париже я в афиге устал едем гостиницу спать мы возле эйфелевой башни сейчас сфоткались вот наши мотики стоят тут движение вообще жесть просто куча мопедов мотиков и по традиции я должен вольнуть на заднем возле возле эйфелевой башни вот эти вот ребята меня подбивают короче они заставляют меня прям вот здесь вот короче вольнуть прямо здесь вот перед эйфелевой башней причем завернуть да не знаю чем это закончится периодически проезжает мотобат полиция главное вот так вот чтоб тачка не ехал чтобы не уебаться короче поехал снимала я это сделал я сделал и прям полиция подъехала мы доехали до парижа кайф до рима тоже доедем очень много мотоциклов здесь есть вот видите прям вообще очень-очень много 1 за 1 1 за 1 причем каких-то только нет но много мопедок обычно и дофига кстати ездит людей на мопедах вы знаете в таких в этих но типа офисных костюмах еще у них типа на ногах какая-то хуйня типа чтобы не пачкать костюм вот а мы поехали есть время уже вечер мы еще не ели как говорится время жрать а мы как же фигово что я не взял соньку свою короче мы сейчас скатнули по парижу вывод какой все едут вообще на пофиге паркуются где хотят по встречке ездит я только что проехал всю центральную улицу парижа на заднем санек видел все это жалко камеры говорю не было но это было офигенно потому что она такая узенькая там магазинчики всякие кафешечки люди стоят смотрит и тут арашен гай просто на заднем балансе херачит сам кайфанул от этого вот сейчас где-то припарковались я не знаю что этот какая-то верхняя точка парижа сейчас пойдем кушать сейчас забатлимся с ними слабо блять у нас мишки ебнулся отбирает хлеб у ребят мишане мишане денег не дадут парижа закончились погода наладилась как всегда я выехал из отеля сегодня мы едем до милана а